это на здоров смотри сантаф приехал свежий новый вообще новый там пробега пару тысяч смотрите как мы знаем предыдущие сантафе у них все знают закисание болтов развальных исхождения ну мы вам уже показывать неоднократно видео и владелец вот он приобрел сантаф новый ты говорится про ездил там сколько ему год давай посмотрим какого он года двадцатый год в нем суть что мы будем делать человек человек владелец как вам удобней насмотрелся видео начитался форумов и по закисанию болтов по развалу по развалу и подхождению по задней оси и сейчас мы будем пока болты все новые мы сейчас вытаскиваем новые болты то что соленблоки хорошие болты хорошие ничего не меняется вытаскиваем болты все это смазываем вставляем обратно делаем развал и минимум лет на 5 он забывает про закисание болтов ну как сказать что в дальнейшем не пилить болты он решил это сейчас сделать по дешевому варианту так это нам для начала что надо снять запаску потому что у нас болты упираются в запаску твою чтобы взять запаску нужно открутить вот этот лючок секунду снимаем новое колесо и перегоняем на 4 точно на развал то что нам там будет проще потом объясню почему колесо потом сполоснем что получите кого а на этом перед развалом мы проверяем давление в шинах 25 их 24 положено но плюс-минус каждый этот маномент обманывает на 02 сейчас проверим все четыре колеса и будем регулировать то тут 25 тут на вами нормально все четыре одинаково так что теперь можно вытаскивать болты смазывать и регулировать углы развали как будем вытаскивать болты еще нормально вот он схождение один бок мы вытащили а обещал рассказать почему мы это все делаем на развале можно сделать и на подъемнике но когда у вас машина вот четырьмя колесами стоит видите у вас и рычаги вы будете закручивать уже под нагрузкой как это надо и проще вставлять болты получается вы когда вы вешаете машину вас рычаги становится вот так их тянет получается надо поддавливать на рычаги чтобы вставить болты а сейчас у нас это очень удобно вот сейчас все мажем вставляем и будем делать развал мазываем у нас графитка с пушечным салом чтобы на дольше хватило это всего не да 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 тут тут вообще да это не имеет значения самое главное самое главное не пропустить момент когда они уже закисли если они уже закисли как говорится тут уже честно вам скажу не поможет это с массой потому что их физически не вытащить оттуда и поэтому уже все только пили да получается да меняется соленблок потому что он закис был соленблоки пути снова новый блок новый болт идет а чё не хочет так ну ладно все чистенький новый был сейчас намного дешевле выходит владельцу смазать вот это тут и по работе дешевле в данный момент и по запчастям получается запчастей вообще не надо ничего как говорится тут только работа а там и и запчасти и работая другая потому что мысли сарки добавляется то что это все пилится так ну что ставили мы болты и теперь мы приступаем регулировки начинаем мы задняя оси потом переходим плавно на перья когда уже отрегулируемыми виду нету у каждой машины свои углы но на корейцах плюс-минус они одинаковые но все равно базе есть каждая машина ведь почему выбираем базу точнее находим машины именно кто который нам нужно по году по выпуску потому что у каждого свое без схождение схождение до большие схождения смотря какой угол например как говорится есть углы как в которых есть допуски как говорится например вот в этой машине при минус полтора это допуск считается по развала там например если будет минус полтора есть вообще ничего и даже не будет не ну не внутреннюю сторону ничего а вот если будет схождение сбит этому прям сколько там 010 то уже будет подъедать что закончили мы все покажем было стало часть было вот так вот так и вот так жопа выставили все как надо принципе все готово и смотрите но опять это мое только мнение не знаю ваша желательно резину поменяли сделали развал получается два раза в год вы делаете но или если вам это накладно то хоть раз в год сделайте развал проверьте состояние болтов соленблоков но крутится не крутится говорится колеса как у вас стоят и вы почувствуете что машина по-другому едет если вы будет у вас развал ну как говорится в допусках нормально уже свитить смотрите человек пробег 29000 а он был сбитый но видите он сбитый равномерно получается за счет этого машину никуда не тащила как говорится просто просели пружины развал схождения уехала это все уже сбилась и это некорректно но машину никуда не тащить ничего и вот владелец проехал 29000 вообще даже не подозреваю что у него что-то сбито так что желательно два раза в год но если накладно хоть раз в год делайте развал так что всем пока подписывайтесь на наш канал так лайки так что Продолжение следует...